Приветствую на канале Девайс, в этом выпуске я расскажу о лучших моделях механических клавиатур до 2-3 тысяч в 2024 году. Первое место в сегодняшнем рейтинге заняла игровая механическая клавиатура FreeWolf K3. В магазинах её можно найти по цене в районе 2900 рублей. Между делом отмечу, что в топе механических клавиатур стоимостью до 3000 топовых моделей быть не может от слова совсем. Сори за тавтологию, но из песни слов не выкинешь. Для механики 3 килорубля это бюджетный уровень, то есть выбирать придется лучшее из категории третий сорт, не брак. Итак, FreeWolf K3. Количество клавиш 100, есть зональная подсветка с набором из 9 пресетов, ручной настройки не предусмотрено. Обрати внимание, что эта модель выпускается в двух версиях, с красными свечами и с синими. У красных свечей Jixion Red более плавный и тихий ход. Этот вариант более геймерский, синие свечи Jixion Blue срабатывают на половине хода с характерным щелчком печатающей машинки. В играх эта фоновая трескотня 200 лет не уперлась, а вот для скоростного набора текстов самое то. Ну, по крайней мере, многим нравится. В общем, выбираешь синюю таблетку, остаешься в матрице, выбираешь красную, добро пожаловать в реальный мир. Или наоборот. Ах, неважно. Что еще? Размеры у Wolf K3 достаточно компактные. В комплект входит инструмент для демонтажа кейкапов и полутораметровый кабель USB-C. Клавиши тактильно приятные, да и вообще юзать эту клаву одно удовольствие. Симпатичная и удобная штука, хоть и бюджетная. Не забудь посмотреть описание под видео, в нем тебя ждут ссылки на все механические клавиатуры из моего топа. По ним ты попадешь на лучшие предложения в магазинах с хорошей репутацией, сможешь уточнить характеристики и текущую стоимость, почитать отзывы других пользователей. Второе место досталось клаве OKW302 от Acer. Стоит она примерно столько же, сколько и Free Wolf K3 с первой позиции, порядка 2900 рублей. OKW302 – стильная игровая клавиатура форм-фактора TKL 65% с красными свечами GTMX и RGB-подсветкой кнопок. Корпус изготовлен из легковесного алюминиевого сплава, кейкапы сделаны из прочного EBS-пластика. Эта клава намного компактнее и легче, чем Free Wolf K3 с первого места, вдвое тоньше, почти на 10 см уже, и весит как пара смартфонов. Не буду записывать этот факт ни в преимущества, не в недостатке. Тут уж дело вкуса и привычки, кому-то больше по нраву 68 свечей и компактные размеры, а кому-то только фулл-сайз подавай со всеми 104 клавишами. Подпишись на канал Девайс, не забудь поставить лайк, если неравнодушен к компам. В комментариях ты можешь задать любые вопросы, пообщаться с другими пользователями, поделиться своими мыслями. На третьей позиции рейтинга Red Dragon Fizz с коричневыми свечами Outemu. Совсем недавно эту клавиатуру нельзя было взять даже за 3000, сейчас же в магазинах ее можно найти примерно за 2600. Red Dragon Fizz – самая легкая клава в сегодняшнем топе. Весит она чуть более 400 грамм. Форм-фактор TKL 60%. Количество клавиш 61. В комплект входит не только инструмент для замены свечей, но и запасные кейкапы. Удивительная щедрость со стороны производителя, обычно в бюджетном сегменте на такие бонусы рассчитывать не приходится. Выглядит клава симпатично, подсветка тоже ничего, только яркость не регулируется. На шумки и смазки изготовитель, конечно же, сэкономил. С другой стороны, если бы не сэкономил, клавиатура не втиснулась бы в бюджетный сегмент. Что еще? HotSwap поддерживается, свечи коричневые, достаточно универсальные, с тихим ходом и хорошей обратной связью. В целом, симпатичная и удобная клавиатура для тех, кому привычен формат 60%. Кстати, всевозможные рейтинги, сравнения и обзоры железа ты найдешь в моем канале в телеге. А еще тебя ждут там уникальные скидочные промокоды для выгодных покупок. Ищи ссылку на мой телеграм в описании под видео. Четвертое место в моем рейтинге досталось еще одной механической клавиатуре от Red Dragon модели Lakshmi. Это почти то же, что и Fizz с третьего места. Тот же форм-фактор 60%, почти такие же габариты. Но цена на шесть сотен ниже и свечи не коричневые, а красные. Поддерживается Double Injection и HotSwap. Во время игры аппаратно блокируется клавиша Win. Производитель также записывает в преимущество позолоченный USB-коннектор и влагоустойчивую конструкцию. Хотел проверить последнее утверждение, но в последний момент передумал выливать на клаву чашку кофе. Поверю изготовителю на слова. Пятое место рейтинга заняла еще более доступная модель KBG520L производства Jambird. Эта клавиатура с форм-фактором TKL обойдется менее 2000 рублей, что для механики очень дешево. G520L работает на синих свечах Jixion Blue, срабатывающих на половине хода с характерным щелчком. Если нужна тихая клавиатура, лучше подыскать что-нибудь другое. А если не устраивает урезанный формат TKL, обрати внимание на другую модель Jambird KBG530L. Стоит она столько же порядка 1900 рублей. Те же синие свечи Jixion, такая же игровая многоцветная подсветка с 10 пресетами, только форм-фактор полноразмерный и клавиш 104, а не 87. В достоинство 520L запишу прочный металлический корпус, защиту от фантомных нажатий и удобную настройку яркости и скорости подсветки. Эти параметры легко регулируются стрелочками вверх-вниз и вправо-влево при зажатой клавише FN. Забавно, что некоторые пользователи в отзывах указывают в качестве недостатков шумность клавиш и отсутствие цифрового блока. Так и хочется ответить, ты же не кота в мешке покупал, свечи синие, они не будут тихими. Как и не добавится цифровой блок в форм-фактор TKL. Кто тебе доктор? Да, чуть не забыл, у этой клавы есть еще подсветка под смартфон или планшет. Удобно. На шестое место я поставил еще одну неплохую механику с красными игровыми свечами, модель K87R от ThunderRobot, компанией, специализирующейся на геймерских девайсах. В магазинах эту клавиатуру можно найти по цене в районе 1800 рублей. K87R отличается ультрапрочными PBT-кейкапами, компактной раскладкой TKL 80% на 86 свечей, поддержкой HotSwap и никелированным разъемом USB. Многоцветная рядная подсветка клавиш дополнена фронтальной RGB-подсветкой. Кабель дополнительно защищен от помех RVVP-экранированием. В общем, для цены менее 2000 у ThunderRobot получилась просто суперская клавиатура. И завершает рейтинг еще одна игровая клавиатура формата TKL 80% Defender Dark Arts GK375. Эта механика на красных свечах Out and Mouret обойдется примерно столько же, сколько и ThunderRobot с шестого места около 1800 рублей. Своих денег эта клава безусловно стоит, но за ту же цену я, пожалуй, взял бы лучше ThunderRobot. По габаритам девайсы почти идентичны, но Defender почти в два раза толще и USB-кабель у GK375 короче на 30 сантиметров. Кому-то полутора метров хватит, но лично для меня маловато. А вот 1,8 в самый раз. На этом мой рейтинг лучших механических клавиатур стоимостью до 2-3 тысяч рублей подходит к концу. Еще раз отмечу, что ссылки на все клавы из этого топа ты найдешь в описании под видео. Подписывайся на канал, поставь лайк на этот выпуск, если он был тебе интересен. Задавай вопросы и высказывай свое мнение в комментах. И не забудь заглянуть в телегу, там тебя ждут скидочные промокоды для выгодных покупок. До встречи!